Очень-очень трудно оторваться от теплого вкусного стола, я обогатилась, меня обогатили тут, ну вот, жареную рыбку с собой беру, хлебушек, а главное, главное, клей, я подклеила заплаточки, витамины, витамины, вот еще витамины, ягоды, а то они здесь не растут, только вот в холодильнике, в морозильнике завалялись. Все, сейчас выхожу, выхожу, а, ну да, труба, главная труба от медведей, теперь я спокойно. Итак, сегодня 27 августа, наступила такая удивительная погода, тьфу-тьфу-тьфу, постояла бы она недельку, может это бы обе лето, но просто после всех этих ветров, просто не верится, что здесь такое бывает, я уже, честно говоря, не верила. Ну вот, теперь можно мне продолжать маршрут от озера Трех Сестер, от базы геологов, замечательной базой, замечательных людей, которые меня тут кормили, поили, глазали. Теперь мне надо пройти около 100 километров по речке Гольцовой, она впадает в залив Терезы Клавенец, море Лаптевых, оттуда еще один волок, порядка 25 километров на речку Серебрянку, по ней километров 50, и там 17 километров примерно до мыса Челюскина. В общей сложности, в общем, 200 километров, я надеюсь, что погода постоит, ну, даже если не постоит, мне тут таких запасов еды дали, главное, жареных гольцов, мне даже сейчас уже и ловить не надо, здесь уже нажарен запас, у меня в лодке лежит. Так что все в порядке, я думаю, главная труба от медведей есть, и я надеюсь, что мне удастся дойти до цели своего путешествия. Счастливо, ребята! Счастливо, Ева! До свидания! База на озере Трех Сестер! Полный, полный штиль! Гладь на озере! Замечательно! Просто счастье наступило! А вот и вертолет летит, который ребята ждут уже третьи три дня! Да! Я чуть-чуть не дождалась его прибытия, ладно, погода, пока погода стоит, надо идти! Конечно же, начальник геологического отряда Андрей предлагал мне остаться, предлагал дождаться вертолета и улететь на нем в Хадово. Но разве я могла оставить маршрут незавершенным? Из озера идет мелкая протока, но пока я перемещаюсь в лодке, не вылезаю, посмотрим, что будет дальше. Вот уже появилось течение. Главное, солнце. В спину светит солнце. Это такая радость. В начале, пока идут велики, некоторое время, видно, придется мне делать протаски лодки. Ну ничего, тут какая-то вода есть. Более-менее идет моя, мой крючок. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Видите, облака, облака кучевые, как летом прям. Ну погода-ка, ух, не спугнуть бы! А еще Андрей сказал мне, что в низовьях Гольцовой есть их перевал-база. Перевал-база, это значит, балки. И сказал, что от них идет вездеходный след до их другой геологической базы, которая не дальше, чем в 40 километрах. Вот. В низовья Гольцовой. Если будет тяжко, выходи туда, мы тебя отправим в Хатамин. Я знаю, как здесь быстро меняется погода и как может быть тяжко. Теперь у меня есть надежда, какая-то подстраховка, уверенность. Да и просто то, что в низовьях Гольцовой есть балки, где можно обсушиться, погреться, эта мысль тоже очень радует и вдохновляет меня. Дайте бы по этому притоку, притоку сестер до реки, а там уже будет глубже. Чем дальше на север, тем растительность беднее. Вот только куртины пушицы радуют меня. С одной стороны, надо плыть быстрее, пока стоит погода. Но с другой стороны, в такую погоду хочется любоваться берегами и небом. и не спешить. Река Сестер, по которой я сплавляюсь пока временами мелкая на перекатах, приходится проводить лодку, но вскоре она уже впадет в реку Гольцовую. Вот там уже виден берег, береговой обрыв реки Гольцовой. И ниже по течению, надеюсь, уже будет больше глубины, больше скорости течения, передвижения. А где-то там осталось озеро Трех Сестер, откуда утекает эта речка Сестер. ИНТИН ИНТИН Какое же умиротворение в природе, когда выглядывает солнышко, не дует сильный ветер, струится ручей. А вот оно в падение, вот оно в падение в Гольцовую, вот речка подходит справа, я прям не ожидала, что уже здесь. Все, сейчас должно стать поглубже, я так думаю. Да, судя по карте, это одна из ее маленьких проток, вот она, вот она. А само впадение уже большой, более полноводной реки чуть-чуть дальше. И там уже будет 0, сколько? 0,8 твердая, а было 0,4. Так обозначается глубина. Какие мирные облачка. Еще одна протока Гольцовки. И тут уже все, река называется Гольцовая. Но перекаты с мелями не заканчиваются. А здесь наверняка стоит голец. Голец-карты, живописи, горلب и когут. Ну, это когда я не заканчивается, что не берет еще один. В илиюне-от зеленый, которые будут в железе берут. Да, я думаю, что у нас есть карты, срежение девоков или панели, гонели. Артурка, гонели, 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 подытые. Обращаются к зелене. Однако течение гольцовое не везде быстро и тоже бывают перекаты где приходится улезать проводить лодку. Но под солнышком все это делать неутомительно. Под вечер полное безветрия лишь волна от моих весел впереди гагары чернозубые гагары высматривают рыбу или еще что-нибудь солнце уже может касаться горизонта посмотрим сегодня хоть на закат а то уже сколько я солнца не видела а то уже сколько я солнца не видела а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Интересный здесь берег, такие бугры, вспучивания Дальше опять просто тундры Они метров по 5 высотой 3,5 максимум Месяц А солнце? Солнце здесь коснулось горизонта Здесь участок какой-то молочно-голубой воды Солнце Уходит за горизонт где-то около 10 вечера Холодно и темнеет Вернее, сумеречнеет И хуже видны перекаты, когда почти нет течения Утеплилась, надела на себя дополнительный свитер Даже натянула на пояс шарф Цвет дна у реки в некоторых местах удивительный Бело-голубой Осадок какой-то откладывается на дно Поверх песка 10 вечера Солнце заходит На горизонт Что это за белесый осадок Который вот так вот Откладывается на дни речки Полосатое дно Полосатое дно Пользуюсь безветрием Почти ясной погодой Грибу ночью Скоро подойду к 76-й параллели Северной широты Никогда еще не заходила так далеко на север Я грибала И думала о том, что обязательно надо воспользоваться такой необычной Такой редкостной безветренной погодой Надо грести до упора Я думала, что устрою себе марш-бросок И догребу эти 100 километров до базы Буду грести всю ночь и все утро Весь день, пока не догребу Но вдруг мне так захотелось спать Я почувствовала себя очень уставшей Да и холодало Я вылезла И на первом же месте, где я причалила Оказалось, удачное место для стоянки Моя стоянка на берегу Песчаного Практически откоса Ветерок с утра поднялся Восточный Переходящий даже на юго-восток Ну, такой ласковый Мягкий ветерок Рябь на воде только создает И те же кучевые облака Слава Богу пока Тиху-тиху-тиху Непогода пока не собирается На грянке, я надеюсь И голубого неба еще много Стою напротив скальных останцов Обломков скал Обломков скал Тихо-тиху-тиху-тиху Эх, погулять бы среди этих станцов, потрогать бы их руками А вода в реке становится все голубее и голубее Снова совушки, как верстовые столбы Светит солнышко, ну такой холод, такой ветрюга Я надел на руки уже даже носки, потому что в перчатках руки не греются А вот в носках нормально Чаще по берегам стали попадаться бочки Видимо здесь во время геологические исследования шли вовсю Здесь остатки скал и вот эта вот голубая вода Показатель, что, может, какие-то минералы, меди, может, еще какие-то загорметалы Но, наверное, не нашли Курорт на Таймыре, Лазорный берег Не забудьте, если едете в августе, прихватывать шубы Мороз, красный нос любую погоду вам обеспечит На фоне марсианских пейзажей Теплая вода не гарантируется Голубой, сколько хочешь Теплая вода не гарантируется 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 Речка кольцовая с редких береговых откосов, холмов Петляет временами, когда встречный ветер Скорость не больше километров в час, а то и вообще почти останавливает Течение на перекатах, но их все реже и реже, меньше и меньше становится Ветер леденящий просто Зима, зима наступает Обедала тут в прикрытии этих холмиков А то на ветру не посидишь Смотрела я, смотрела на размываемые берега И увидела, просто вот здесь вот так вот и валялся Ой, тяжелый Белень мамонта Ну, я думаю, он ценности не представляет Он такой обломанный О, какой О, тяжеленный Правильно Я думаю, он не ценно О, какой Вот, на таком берегу Уже такие обрывчики-то закончились И он прям вот тут вот Тут вот и валялся Может, его уже находили, не знаю Ух, холодно Ветер чуть-чуть под вечер стихает Все равно очень холодно Надо плыть дальше Замерзну Оберегай здесь вот Трещина Все постепенно Размывается Нет, больше ничего не валяется Да, берега для стоянок здесь Что-то Не очень гостеприимное Все постепенно Вот такие тут бывают Интересные полига Сегодня алый закат К чему бы это Да, отсюда кажется, что на реке нет ветра Но там, где она делает петлю на восток Сразу такой встречный ветер С барашками Что мне приходится тащить лодку За собой на веревочке И идти вдоль берега На улице мороз и солнце День чудесный Солнце временами И временами посыпает мелкий снежок Ветер восточный, северо-восточный Да, не совсем не попутный Но боковой Ничего Дальнейший путь Подсушиваю гидроснаряжение И самое обидное У меня вчера отошли заплатки На гермомешке Где ехали вещи Подмокли носки Сейчас вот нашла тут кол Сейчас хочу сделать костерок Чтобы подсушить Сейчас ничего не сохнет Вот идет у меня ремонт Сохнет клей пока Подмок шерстяной носок Сверху лежал Куртка тоже чуть-чуть подмоклая В спальнике высушила Носки на руки Чтобы надеть И вчерашние промокшие Надо подсушить Откадилась пилка Я же думала ее Накидываться от зубчатка А вон там похоже Вообще снежные заряды Вон заволокло Ну снег лучше чем дождь Он по крайней мере сухой Сверху лежал Блин, горит Хочет даже пилей гореть Вот и сильней Хочет даже пилей гореть И я говорит Место, на котором я стою, это редкое место, его не сыщешь вот так вот просто, чтобы был такой ровный песочек и не мокрый, чтобы на нем хоть немножко росла какая-то растительность, редкая травка. Я выбирала это место так, чтобы был подветренный берег, чтобы был хоть небольшой береговой обрывчик, чтобы меня закрывало от ветра, и чтобы в этом обрывчике был распадок ручей, потому что только на берегу ручья можно найти ровные места. И вот этот единственный пятачочек вот здесь такой нашелся, и на нем ночевали гуси, были их следы, вот я заняла их место, как раз вратилась для моей палаточки, а еще здесь на берегу валялись камни, их было очень мало, но они были, и вот все их я нашла и применила для закрепления палатки, завалила юбку, чтобы не снесло палатку ветром. Марина-повар подарила мне свои теплые штаны, еще хотели мне подарить куртку, но от куртки я уж отказалась, но без теплых штанов я бы, наверное, сейчас уже замерзала бы ночью, очень они меня спасают. Так, хорошо пошел. Завалить. Так. Сейчас, сейчас. Немножко-то надо высушить носки. чтобы носки и одну перчатку, чтобы на руки надевать, теплые, а то в снег идти без варюшек опасно, руки замерзат. Так. Сейчас подсохнет. Так. Сейчас подсохнет. Что-то так же стояло. Сохни. 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 Да, сегодня холодно. Впервые спала в двух спальниках. В пуховом, еще во внутреннем. Во внутренний влезла, внутрь положила легкий спальник. Заклеила сейчас Не заметила, как отошли дырочки Отошли заплатки на дырочках Заклеила Все, мне осталось до низу Гольцовый километров Но я точно сейчас не определилась Сейчас вот выплываю Километров 30, наверное, не больше А может чуть и меньше Должна сегодня дойти Там, как мне сказали, есть перевал базы Старая, заброшенная Но, возможно, там можно будет Печку затопить Если будет печка и дрова подсушиться И уже будет у меня бросок дальше На Речку Серебрянку А там посмотрим, может вообще пешку пойду Там останется около 100 километров Сейчас еще чаек И все, собираюсь в виду Гидроштаны Изнутри Подсохли Все нормально Ну, очень, конечно, холодно Иду вообще во всей одежде В двух свитерах В куртке В гидрокуртке Ветер, потому что пронизывает Такое ледяное, что Ужас какой-то У меня даже камера едет На носке Всегда На носке Или на рукавице На перчатке Чтобы ей было тепло Чтобы Она не отсыревала Под обрывом Восточного берега Прям не дует Хорошо И сейчас река сделает Поворот на запад И мне даже будет Немножко попутного Я определилась, где Дома у меня осталось Еще около 30-25 километров До Остя Практически до Остя Откуда я начинаю Волочь Вчера вечером пропустила Хороший ориентир В падении реки слева Как пропустила На самом деле Такой встречный ветер Последний километр Вчера не могла выгребать Даже больше, наверное Как раз Петля была на восток И я шла По песчаному берегу Волочила лодку за собой А на середине Просто волна стояла Стоячая Невозможно И меляки были И я уже в сумерках Встала на стоянку Не до определения места было И вот Мне оказывается Я так надеюсь Полдня всего плыть До Финиша Моего сплава По реке Гольцовой Вот такая речка Даже вот солнышко Проглядывает Проглядывает Сквозь облачка Потеплело Немножко Я даже теплую курку Сняла Это утром Было вообще холодно Проглядывает 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 Сзади надвигается снеговая тучка У меня тут пока берега во всей красе Сзади надвигается снега О, какая-то база, уже виднеется Казалось, близко, а гребла сюда почти час С того момента, как первый раз я его видела Но это вовсе не та база геологов На правом берегу, гораздо раньше Что здесь было? А ведь это тоже на санях привозили Полная, что-то ворлюха Казахстан Казахстан Волок с вылитыми окнами Что ж тут было? Ой Так Ого, стол А когда-то было уютно Наверное Я ушел 1980 Да А лампа-то какая Огромная Лампа-мампа Гвоздей-то сколько О, а здесь можно большой костер сделать на самом деле Но мне от другого места Надо идти волочиться Не отсюда Какая-то другая база Не только которую мы говорили Не открывается А вот этот болок, пожалуй, перспективный Баня Да, это баня Печка О О А здесь Ничего О О О О О О О О О Одеял О О О О О О О О О Большая скала сузилась на этом участке Необычная стала Снежный заряд меня накрывал С таким сильным ветром Пришлось наматывать шарф Продувает все слои Я не знаю, какой-то прям Какой-то морозильник Здесь Шарф на голову натянула А то прям в затылок вбок дуло Боялась, что Не заступила голову И с местоположением ночевки Все-таки я неправильно определилась Там уже долго грибу Похожи есть повороты Но сейчас уже Сейчас уже точно недалеко До базы перевалочной А то, что я гуляла Это видно был Другой военный объект А на другом берегу На этом участке красиво Тепло пока Солнышко не дует Горки все-таки загораживают От ветра Высокие берега Солнышко не дает Солнышко не дает Красоты каньона Безветрия В его берегах Скоро закончились И я снова попала Во власть Восточного ветра На участках русла Где он встречный Выгрести невозможно Течение Как будто пропадает Становится встречным И даже когда Ведешь лодку за собой По воду Невозможно идти по суше Ветер прибивает лодку К берегу И приходится шлепать по воде Где чуть поглубже Я все жду Когда берег Подвернет таким образом Что станет защитой от ветра И я смогу За его укрытием Делать обед Глядя на всю эту Идиллию безветренную На всю эту картинку Кажется что здесь Рай На самом деле Это вот Подветренный берег Здесь река Сейчас делала Резкий поворот на восток Большой И я Против встречного ветра Ну просто Ну настолько замучилась Я уже устала Я неправильно Определилась На самом деле Только отсюда Еще 15 километров Мне до базы Я думала Я в этом месте ночевала Неправильно Определилась Ну увидела там Реку Борзова В падении Точно Сориентировалась Короче говоря Когда идешь Против ветра Очень сильного Я на месте Практически стояла Грибла Грибла Волна стоячая Уже не выдержала Пошла вдоль берега Против волны Ну вдоль берега тоже Не везде пойдешь И Холодно И Песок вязкий очень Бывает Что прям засасывает Ну и все это Когда сидишь В каяке Постоянно Там Свой микроклимат Уже так Пригреешься И вылезать Это тебя тут же Обдувает Холодит Сразу Руки Вообще Еле Еле сейчас Отогрела Уже носки влажные Стали Которые на руках А тут вообще Нет ветра Фантастика Но я сюда целеустремленно Шла Я понимала Что здесь можно будет Пообедать А без обеда мне сейчас Просто нельзя Я еще 15 километров И могу Где-нибудь Еще будет встречняк Такой И просто Энергии не хватит На греблю И Холодно будет Ну сейчас горячего чая С бараночками С маслом А то На сильном ветру Это просто невозможно Или когда Снеговые заряды Все Я спасена Да Прям штиль Ну это здесь А там вдали Такие барашки Правда может и там ветер стих Здесь уже кажется Что везде ветер стих А там Гребешь Гребешь Против этих Здоровенных волн И кажется Это никогда не кончится Вот Это заключительная петля На карте Вот этот участок Против восточного ветра Сейчас прорывалась Вот Точно отследила В падении этой реки Я думала Я здесь ночевала Не Я гораздо далеко ночевала Отсюда Вчера тоже был Встречняк И приходилось Иногда медленно Очень грести Вот здесь вот В этом месте где-то База Но я как раз Отсюда собиралась уже Я не хочу доходить До открытого До залива Но здесь уже Медведи белые Могут ходить Но они правда И здесь могут ходить Все Оттуда уже будут Делать волок Ох Чаечек Чаечек Ох Сейчас будет Мне такое счастье А берега Вот такие Разрушаются Тут Все Весь берег В таких буграх Земляных И там тоже Да Даже капюшон Не хочу все снимать Очень холодно Что Винкашее Парк Гfully Глаз А Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думала, что за 2 дня дойду Надо будет, может, еще поймать Красная рыба Остаток хлебушка мне Полбуханки Марина дала Но я взяла полбуханки, она предлагала больше И даже у меня еще масло осталось Немножко масла взяла С хлебом вкуснее Ну, топленое это у меня тоже есть Хорошо, у меня вот хлеб с маслом Рыба, но потом баранки Снежочек, снежочек Сижу среди Какого-то песка, грязи, земли А ведь счастливо Счастливо, что не пришлось ставить палатку Для обеда, а уже намеревалась Это лишняя трата Времени, сил И тоже не везде хорошее место Где можно быстро ее поставить Но мне просто повезло Вовремя я перекусила Теперь мне хватит сил И тепла Дойти Я надеюсь Я надеюсь Оставшиеся километры До Ночевки В начале Волока И надеюсь Там на базе Будет какая-нибудь Какой-нибудь Болок с печкой Очень надеюсь Сейчас еще чаек И все Снег, 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 снег Снег, снег Над палаткой кружится В юго Заносят следы Наших саней Снег, 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 снег Тихо на тундру Ложится По берегам Замерзающих рек Снег, снег, снег И вот О счастье После обеда И ветер подстих И речка повернула Направление Мне почти по ветру И побежала Речка И впереди Даже Вот какое-то Снова сужение И крутые берега Камешки Реж 비ка Солен 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 Продолжение следует... 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 А впереди каньоны, я теперь думаю, заканчивается ли он водопадом Видно, бочки стоят где-то на той стороне Пока не видно выхода Вылезла наверх, просмотреть, что там впереди Вот, какой каньон неожиданный на карте, не показан Вот, и получается, там все спокойно И вон там какие-то строения Может, это перевал базы, как раз на левом берегу Сейчас посмотрим Итак, за два с половиной дня я прошла 100 километров по реке И в этот заключительный день Прямо марафон 42 километра Да, вот такой каньончик А впереди-то там стадо целое, гусиное, отдыхало Пора мне вылезать на отдых А то что там дальше еще за поворотом, непонятно Итак, 27 августа я стартовала на сплав от озера Трех Сестер Сплавилась сначала по реке Сестер и дальше по реке Гольцовой Первую ночь ночевала после большой петли на юг, где была голубая вода Не доходя озера Станцовая А дальше порядка 30 километров сплавлялась до петли за рекой Чистая На этой петле я ночевала На окончании петли в восточной ее части Немножко не сориентировалась И на следующий день сплавлялась Думала, что будет немного А получилось 42 километра По пути я встретила два каньона Один перед впадением реки Борзова И дальше еще один каньон уже перед впадением реки Поперечной И закончился сплав 29 августа Уже практически при впадении в залив Тереза Кловенес Тоже в каньоне Продолжение следует...